МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доллар растет, пугая население России, которое по привычке мечется между необходимостью создания золотовалютных резервов и ежемесячным платежом по кредиту. Но беспокойнее всего там, за океаном. Удивительное в этом единодушие мы можем наблюдать в следующем сюжете. Американская экономика в последнее время проявляет всё больше признаков восстановления и стабильности. При этом крупные компании в США, которые крайне зависят от продаж на международном рынке, в этом сезоне вряд ли смогут выйти на хорошие показатели. Всё дело в постоянном укреплении национальной валюты. Это делает бизнес за границей намного более дорогим. «Если вы ведёте производство в долларах, а потом продаёте товар в иностранной валюте, то когда прибыль опять конвертируется в доллары, это приносит убытки». И первые сигналы уже есть. Например, компания Ford уже объявила о больших потерях в России и Южной Америке. Грозит убытками американским корпорациям и Европа с её экономическими трудностями. Особенно уязвимыми могут оказаться технологические компании. У них процент международных продаж является особенно высоким. Например, у разработчика беспроводных средств связи Qualcomm они составляют 97%, а у Intel – 83%. «Усиление доллара мы видим последние 11 или 12 месяцев подряд. Такой стабильности не наблюдалось около четырёх лет. Это то, на что нужно обращать внимание. Мы должны внимательно следить за компаниями, которые говорят об убытках в четвёртом квартале. И, возможно, нужно остановить укрепление валюты из-за этого эффекта». Ещё одна сфера, которая будет затронута – рестораны быстрого питания. Под ударом может оказаться крупная компания «Юмбрендс», которой принадлежат такие сети, как Taco Bell, KFC и Pizza Hut. Объём её международных продаж составляет 77%. Тем временем, пока прогрессивная общественность США ещё только думает, окупай ли ей Уолл-стрит опять или не окупай, французы всё пошлили окончательно. Превратили массовые уличные протесты в модный тренд. У них это самое то. Зато или против, с транспарантами или без, отныне марш ради чего угодно – это даже не пора. А просто очередное дефиле. Даже как-то грустно, хотя и весело. Протестный дух заполнил парижский подиум во время показа коллекции «Шанель». Во вторник в рамках недели мода весенне-летняя коллекция 2015 года от «Модного дома» была представлена весьма оригинально. Уже под конец, когда все модели должны были выйти для финального дефиле, перед зрителями разыграли настоящий перформанс. За Карлом Лагерфельдом последовали модно одетые протестующие с плакатами, выкрикивая разнообразные лозунги. На баннерах можно было увидеть надписи «Будь другой». Обстановка в павильоне была выполнена полностью в духе Лагерфельда. Специально для показа были созданы декорации воображаемого парижского бульвара «Шанель». Ну а началось всё достаточно обычно. Впрочем, саму коллекцию обуденной не назовёшь. Она наполнена яркими цветами и сделана с присущей немецкому дизайнеру креативностью. Фирменное твидовое пальто «Шанель» с яркими шёлковыми подкладками, однотонные юбки с разноцветными топами. В каждом наряде можно увидеть сочетание чувственности и эпатажа. Эта особенность яркой нитью проходит через всю коллекцию. После показа Лагерфельд сказал, что хотел поиграть с современными и классическими тканями, а также женскими и мужскими формами. «Вы знаете, вы можете быть женщиной, можете быть мужчиной, но у каждого есть две руки и две ноги. И вы можете играть с элементами как мужскими, так и женскими». В целом на показе было представлено 86 нарядов, так что для дизайнера начало недели, похоже, выдалось очень напряжённым. Если кто-то вдруг собирается полетать по заграницам, пусть будет на чеку. Застрять можно запросто. Вот только что отбастовали пилоты и диспетчеры Air France. Как новая напасть поднялась супротив авиапассажиров, делающих пересадку уже во Франкфурте. Это Германия, если что. Немецкая авиакомпания Люфтганза во вторник была вынуждена отменить по меньшей мере 50 международных рейсов в аэропорту Франкфурта. Причина – в запастовке пилотов, которые требуют от компании вернуть схему раннего выхода на пенсию. Переговоры с перевозчиком ведёт профсоюз, представляющий интересы около 5400 пилотов Люфтганза. Он требует, чтобы лётчики могли, как и раньше, выходить на пенсию в 55 лет и при этом ежемесячно получать до 60% от суммы их заработной платы, вплоть до начала действия обычных пенсионных выплат. В этом году это уже пятая запастовка пилотов Люфтганза. Впрочем, несут потери от стачек и другие воздушные перевозчики. Так, недавно две недели не садились за штурвал некоторые пилоты Air France. Это обошлось компании в 355 миллионов долларов. Недовольны стачками и пассажиры. «Я полагаю, что пилоты достаточно зарабатывают. Не понимаю, почему они продолжают эту борьбу. Почему они не могут использовать страховые выплаты с того момента, как покидают работу и до того, как начнут получать обычную пенсию». Впрочем, некоторые говорят, что понимают бастующих. «Если бы я зарабатывала слишком мало, а работала очень много, то я, вероятно, тоже пошла бы протестовать. Конечно, для тех, кто хочет поехать в отпуск и чей рейс был отменён, это не очень хорошо. Ну что тут можно поделать?» Люфтганза предложила сохранить прежнюю схему только для тех пилотов, которые устроились на работу в компанию до 2014 года. Для остальных возраст раннего выхода на пенсию планируют повысить. Профсоюз, в свою очередь, утверждает, что такое решение является несправедливым по отношению к тем пилотам, которые придут работать в компанию в будущем. От вещей малопонятных, я имею в виду пенсии, к вещам непонятным совсем. Так, например, таинственное происшествие на Сиднейском пляже. Общественность ждёт компетентных объяснений, а австралийские учёные как воды в рот набрали и не гу-гу. Но журналисты не учёные и могут объяснить любое непонятное явление обыкновенной мистикой. Мы, в свою очередь, думаем, что эти странности там, внизу глобуса, происходят от того, что в южном полушарии не только вода закручивается в неправильную сторону, сливаясь через дырку в ванной, но и люди ходят вниз головами. Хотя как они делают? Сотни странных губчатых зелёных шариков размером с теннисный мяч вымыло на днях на пляж Сиднея. Что это такое, пока остаётся загадкой. Как предположили австралийские СМИ, это может быть особый тип водорослей, который плавает на поверхности воды и под влиянием волн скапливается в шары. Никогда такого в жизни не видел. Похоже, пока никаких неудобств местным жителям зелёные шары не принесли. Зато стали объектом для многочисленных фотографий. А вот дети не упустили шанса с ними поиграть. Это уже не первое мистическое событие на пляжах Сиднея. Так, в ноябре 2012 года вода там вдруг стала красной. Первыми необычный цвет заметили сёрферы на популярном пляже Бонди. Оказывается, причина явления заключалась в нашествии красных водорослей. Согласно предположениям, в этот период наблюдался всплеск их размножения из-за резкого повышения температуры воды. Жители Голландии, как мы все знаем, обладают невероятными способностями сосредотачиваться на мелочах. Очередным свидетельством тому стало известие об открытии необычного наноаттракциона. Депутаты Государственной Думы, они же законодатели, и российские властные чиновники разного рода, попавшие под санкции Евросоюза, не скоро увидят нечто подобное. Хотя, может, это и хорошо. В Амстердаме открылся первый в мире зоопарк микроорганизмов. Экспозиция под названием «Микропия» представлена на базе уже существующего обычного зоопарка. Три четверти всех живых организмов планеты скрыты от человеческих глаз. Здесь у посетителей есть возможность увидеть их через специальные приборы. Микроорганизмы имеют важное значение для жизни на Земле. Они производят 50% кислорода. Те, которые живут на нашем теле и внутри него, помогают нам быть здоровыми. Но с их помощью мы также можем производить биотопливо, пищу, лекарства, очищать воду. Мы не можем жить без микробов. Идея показать обывателям живых микробов пришла в голову директора Амстердамского зоопарка ещё 12 лет назад. И вот теперь её воплотили в жизнь. 99% невидимых организмов на Земле известны и могут делать то, чего не можем мы. Так что это начало революции. Если мы поймём, как они работают, то можем задействовать их на пользу человечеству и сможем выжить на этой планете. Это как когда-то Стив Джобс только что вышел из своего гаража. Вот мы сейчас в той же стадии. Центральная тема выставки – отношения и взаимодействия между микробами и человеком. Специальный сканер приглашает посетителей посмотреть, кто живёт на их собственном теле. «Каждый день мы носим с собой 100 миллиардов микробов. Это в 14 тысяч раз больше населения Земли на одном только человеке. И это хорошо, потому что они помогают нам быть здоровыми, они производят для нас витамины, помогают пищеварению. И при просвечивании тела можно увидеть эти полтора килограмма микробов, которые живут в вас». Микробия ежедневно открыта в недавно отремонтированном здании на территории Амстердамского зоопарка. И в завершении нашего обзора о погоде. Я же Никита Ласов с вами прощаюсь. До встречи через неделю. Пока! В Париже плюс 16, в Амстердаме плюс 12 градусов, тепло и в Нью-Йорке плюс 21, у антиподов в Сиднее плюс 20, а во Франкфурте на Майне 18 градусов тепла. Продолжение следует... Продолжение следует...